Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Беспал Александр Дмитриевич. Я являюсь сотрудником Томского государственного университета системы выравления и радиоэлектроники. Вашему вниманию я представляю доклад, посвященный оптическим волноводным структурам, индуцированным в кристалле необатолития с поверхностным легированием. На сегодняшний день большая часть информации передается, обрабатывается, принимается в оптическом диапазоне, поэтому актуальным является разработка, создание и реализация устройств оптоэлектроники и приборов фотоники. Таковыми устройствами являются генераторы оптического излучения, модуляторы, фотоприемники и так далее. А также это могут быть, конечно же, фильтры, устройства объединения нескольких световых оптических потоков и так далее. В основе конфигурации таких устройств лежат волноводные структуры, которые являются элементами локализации и управления световых полей. И существуют различные способы создания волноводных структур. Это может быть ионная имплантация, механические способы, как показано на данном слайде. Также это метод фотолитографии, который включает в себя несколько этапов. И также лазерное индуцирование. Описанные выше методы, они технологически сложны, либо требуют специальных атмосферных условий. А вот лазерное индуцирование по сравнению с предыдущими методами, не требует специальных атмосферных условий. И технологически, хоть и сложновато, но попроще в некотором смысле. И к тому же, реализация структур методом прямой направленной записи может осуществляться при комнатной температуре в воздушной атмосфере. На данном слайде приведена литература, которая раскрывает актуальность данных вопросов, о которых я сказал выше. Также о способах и методах создания устройств оптоэлектроники. Ну и о методах формирования волноводных структур. Преимущество лазерного индуцирования, помимо того, что оно не требует специальных атмосферных условий, является возможность создания реконфигурируемых структур, которые можно перезаписывать многократно в кристаллических материалах. Например, это может быть необотлитие, который обладает фоторефрактивными свойствами, позволяющими создавать волноводные структуры путем, воздействия лазерного излучения из синей-зеленой области спектра, поскольку к этой области необотлитие наиболее чувствителен к остальным областям и ближе к ЭК области он уже менее чувствителен. И целями и задачами нашей работы является исследование характеристик волноводных структур, формируемых в кристалле необотлития, при различных условиях экспонирования поверхностного слоя, легированного ионами меди, а также исследование распространения световых полей в волноводных структурах, индуцированных в поверхностном слое необотлития. Итак, для формирования волноводных структур мы изменяли показатель преломления путем воздействия лазерного излучения с длиной волны 532 нанометра, фокусируя световой пучок на поверхность образца. Плотность, мощность излучения составляла примерно 500 мВт на сантиметр квадратный, а диаметр фокусированного пятна 50 мкм. Далее, путем засветки локальной области мы изменяли показатель преломления в освещенной области в течение нескольких секунд, длительность засветки менялась от 2 до 60 секунд в различных экспериментах. Далее, после того, как мы осветили одну область лазерным излучением, перекрыли наше излучение, передвинули образец вдоль оси Y, снова открыли излучение, выдерживали при том же времени, например, выбрали время засветки каждого пятна в течение 2 секунд, и таким образом мы изменяли показатель преломления, создавая прямолинейную линию. Для создания волноводных структур мы формировали 2 прямолинейные полоски, как показано на рисунке 9, то есть справа, и потом далее мы засвечивали всю область сформированной структуры коллимированным лучом гелия-неонного лазера, поскольку к красному излучению наш кристалл, наш образец, уже значительно менее чувствителен по сравнению с синим или зелёным излучением. И вот здесь представлены на данном слайде результаты зондирования некоторых структур, которые формировались при различных условиях экспонирования. Это изменение шага экспонирования вдоль оси Y, например, рисунок 10A показывает продольную однородную структуру, на рисунке B уже менялся шаг экспонирования, и здесь показана такая пространственная периодическая модуляция показателя прямолиня. На рисунке V показан результат того, что можно переходить плавно от продольной однородности к периодической неоднородности модуляции показателя прямолиня. Рисунок 10G демонстрирует результат того, что нашу центральную волноводную область, заключенную между тёмными полосками, можно изменять, то есть размеры её менять. И также рисунок D показывает, что можно помимо одиночных элементов создавать и большее количество, и создавать таким образом волноводную систему. И рисунок 10E показывает, что мы помимо прямолинейных структур можем формировать всякие изогнутые элементы. Далее, для исследования изменений показателя приумления, внесённых нашим лазерным излучением с длиной волны 532 нанометра, мы использовали интерферометрический метод на основе интерферометра Жамена, то есть мы использовали экспериментальную установку, как показано на данном рисунке, который включает в себя интерферометр Жамена. Здесь у нас два источника излучения, один с длиной волны 633 нанометра, это красный свет, и 532 нанометра, зелёный свет. Гелий-неоновый лазер у нас является источником излучения в интерферометре, а и триалюминиевый гранатовый лазер для записи наших структур. Перед тем, как формировать структуру, мы поворачивали наш образец поверхностным слоем перпендикулярно к излучению красного луча, красного лазера, снимали интерферограмму до записи, далее поворачивали образец перпендикулярно к зелёному лазеру, как уже здесь показано, открывали наше излучение, подавали излучение на поверхность образца, экспонировали тем методом, который я описал выше, и уже сформировали различные структуры. Перекрыли излучение и триалюминиевого гранатового лазера, снова повернули перпендикулярно к лучу гелий-неонового лазера, и уже сняли интерферограммы, которые обозначены под буквами А, В и В. То есть здесь время засветки в случае А одним световым пятном внутри полоски составляло, получается, 2 секунды, на рисунке В 10 секунд, на рисунке В 40 секунд. И так далее. Для визуализации изменений показателя приумления мы взяли исходную интерферограмму, потом интерферограмму записанной структурой. Здесь, правда, у вас приведена одна полоска. Ну, здесь я рассказываю вам о самом методе извлечения вот этого вот пространственного распределения показателя приумления. То есть извлекли мы фазовую картину из исходной интерферограммы и из интерферограммы с записанной структурой. Далее мы устранили разрывы. Как вы видите, здесь на рисунке В и Г у нас появляются разрывы у фазовой поверхности. И потом, после этого, как устранили разрывы, мы вычли фазовую плоскость из полученной структуры, вычли фазовую плоскость из интерферограммы до записанной структуры. И поэтому, таким образом, мы получили пространственное распределение показателя приумления, которое показано на рисунке Е. Изменение показателя приумления пространственного у нас пропорционально изменению фазы. И поэтому нам, чтобы пересчитать наше ΔN изменение показателя приумления, мы воспользовались данной формулой. Итак, весь этот процесс, извлечение обработки интерферограммы, извлечение фазовых поверхностей, то есть волновых фронтов, у нас осуществлялось в собственно разработанном программном продукте, который называется визуализатор волнового фронта. И, соответственно, интерфейс данного программного продукта, как вы видите, изображен на данном слайде. Итак, здесь на слайде показан результат вычисления пространственного распределения изменения показателя приумления для структуры, в которой экспонирование каждым петном осуществлялось в течение двух секунд. И, как вы видите, у нас в начале идет получается изменение показателя приумления, если посмотреть на график внизу справа. Оно не меняется на уровне 0, дальше понижается, повышается, понижается и все, и снова выходит в 0. То есть здесь не абсолютное значение показателя приумления самого материала, а здесь получается изменение показателя приумления приведено. Также результаты приведены для случая, когда экспонирование одним пятном осуществлялось в течение 10 секунд. и также в течение 40 секунд. И, как вы видите, результаты все разные. Мы, получается, продемонстрировали возможность того, что при увеличении времени экспонирования мы можем влиять на величину показателя приумления в создаваемых структурах. Далее, после того, как мы сформировали наши структуры, в одну из них мы ввели изучение. То есть наиболее удобная для нас была эта структура, которую мы сформировали с длительностью экспонирования 10 секунд, поскольку это такое время, не слишком долгое. Над другими, более длительными временами у нас проводятся эксперименты в настоящее время. Итак, для ввода изучения мы предварительно сформировали структуру в поверхностном слое, как схематически показано на рисунке 17А слева, то есть по всей ширине кристалла. Для этого вдоль оси Y мы сформировали структуру длиною получается 10 мм, поскольку у нас ширина образца вдоль оси Y составляла 10 мм. После этого с торца мы ввели изучение фокусированное гелиньонного лазера. Световой пучок здесь был также примерно с диаметром 50 мкм, но наша область центральная между двумя полосками она уже была в пределах 15-20 мкм. И как вы видите, поскольку у нас поле было пошире, чем сама структура, именно центральная часть ее, то получилась у нас такая вот локализация поля на рисунке B. Это хорошо видно. Это изображение, снятое с выходного торца сформированные структуры, с выходного торца кристалла нашего образца. И если посмотреть на распределение светового поля, то действительно видно, что поле вытянуто вдоль вертикальной оси, а вдоль горизонтальной оно получается сжато. И также приведено распределение интенсивности по горизонтали. Итак, в заключение хочу сказать, что возможность формирования волноводных структур при помощи лазерного излучения позволяет нам формировать такие структуры с различной топологией и характеристиками. И получается, что мы можем влиять на величину показателя приемления путем воздействия лазерного излучения в течение различного времени. И таким образом влиять на характеристики сформированных структур. Спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!